Мы Украину в НАТО не будем принимать ни сегодня, ни завтра, ни через какое-то время. То есть мы начали СВО с определенными идеями. Сегодня вы транслируете идеи хуже, хуже, чем противник, против которого мы начали СВО. Вот и конфликт пошел, начал разрастаться. То есть это нормально? Не просто все. Очень много ФСБ, очень много работы, потому что много предателей страны, очень много. Я думаю, он дойдет, куда надо. А це ваш улюбленный випуск російської антипропаганди і їхнюю кринжати не болю і страждання. І сьогодні ми для вас зібрали таке, що ви будете весь випуск радіти, посміхатись і втішатись. Але перед цим не забывайте обов'язково нас підтримати. Звісно, лишите свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Прибаного лайф», щоб нічого не пропустити. І залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд! 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 Про резервні інформацію чи генератори з'являться? покупать. Это если мы сейчас в законодательство залезем, там 36, я не помню какой пункт, там 861 постановление, потребитель обязан иметь резервный источник. Обязан иметь резервный источник. На одном проводе зимовать, на холодильник деньги взял, на стиралку взял, на телевизор на машину взял, но это понятно. Но жизнеобеспечение, понимаете, это мощность, о которой мы сейчас говорим. Дай Бог, если они за сутки все аварии устраняют, когда они устраняют их еще быстрее, когда парни из оперативно-выездных бригад ездят в минус 30, минус 40, обмораживая руки, ноги и помогают быстрее восстановить свет на вам. Ну, мы, конечно, их все ругаем, когда там быстрее, но у них есть нормативы. Это не пожарная команда, 10 минут выехали, приехали, да? У них есть свои распорядки и так далее. Я была бы не я, а моя команда не моя. Как бы мы пройшли повз наступной заяви, яка навіть нас, людей, которые так много бачили и слышали, все равно дивует. Российский топ-пропагандисты уже не знают, где сбрехать, что выгадать, как выкрутиться и что навешать на вухо россиянам. Но все же таки мы этот шедевр нашли. Когда человек, который министр иностранных дел Германии, заявляет такое, возникает много вопросов. Самоборона – это не только атака на террористов, но и их уничтожение. Поэтому я пояснила, что когда террористы Хамас прячутся за гражданскими лицами и школами, мы оказываемся в очень сложных ситуациях. Но мы не отступим. Поэтому я четко заявила в ООН, даже гражданские объекты могут потерять свой защищенный статус, потому что их используют террористы. Это позиция Германии. Это и есть то, что означает для нас безопасность Израиля. А почему именно эта тварь какие-то претензии предъявляла нашим войскам? Тогда мы четко показывали, что вот стоят украинские орудия между жилых домах. А нам кричали, что вы делаете, не смеете обидеть, хотя мы бьем точечно. Я правильно понимаю, что если в больницу на тысячу человек попало 20 хамасовцев, то эта больница теряет свой статус и может быть уничтожена? Где та грань? И главное, почему звучит слово «Израиль»? Почему тогда этот подход не относится ко всем? А кто признал террористами? Кто определяет это, террористы или нет? Мы или можем тогда снести любую больницу и объявить людей, находящихся там, террористами? Посмертно? То есть, или мы должны поверить на слово, как сейчас, когда идут бомбежки Ливана, и нам говорят, не, ну там точно, там, ну, Хамаса нет, там Хазбалла. Но бомбят районы, где никакой Хазбаллы и близко нет. Или 40 тысяч убитых, по мнению Анны Лены Бербок, палестинцев, это все террористы? Для одних эти люди террористы, а для тех же американцев они могут быть борцами за свободу. И как тогда быть? То есть, та сторона, которая считает их террористами, имеет право их уничтожить? Например, турки имеют право снести с лица земли больницы курдов, потому что они считают ряд курдских партий террористическими. То есть, это нормально? Непросто все. Все непросто. Андрей Франкович, вот это все, то, что мы сейчас демонстрируем, это усталость, которая только нарастает, или это, наоборот, какие-то летящие щепочки от все набирающего силы от паровоза, готового на этот победный план пойти? Я хочу нас вернуть к поездке Зеленского в Вашингтон, когда он тогда назывался план победы, или там, значит, план мира, там по-разному они говорили. И тогда представитель был дома, выступил, сказал, вы знаете, да, план есть, там очень много пунктов, где должны выполнить какие-то обязательства союзники. То есть, Зеленский приехал со списком и сказал, вот у этих европейских и других стран, вот есть такое-то оружие, вы, американцы, туда позвоните, на них надавите, и они нам должны это передать. Именно под это, в начале этой недели, Марк Рюта открыл в Висбадене новый центр НАТО, 700 человек, которые будут заниматься комплектованием новой поставки помощи на Украину. То есть, понятно, что... Это не выглядит как усталость. Это вообще ни о какой усталости речи не идет. Понятно, что Зеленский зарядил те пункты, которые никто никогда не примет. Про НАТО, про еще... А он не может от этого отказаться. Ну, если он до этого 10 раз просил, то вдруг кажется, что что-то отказался. Мы же всю жизнь туда шли. Поэтому он это как вывеску подвесил. Но реально, что он сделал? Он действительно отправил перечень имущества Украины, которую он готов за недорого отдать, и еще сам на этом заработать. Не важно, там останется или нет, он уже распродает стратегические активы украинской порты. Значит, надо было составлять этот план из реальных пунктов. Потому что сейчас все обращают внимание на то, что западники самого разного уровня говорят, мы Украину в НАТО не будем принимать. Ни сегодня, ни завтра, ни через какое-то время. Это перебивает... Там только Марк Рютт, вы слышали? Он сегодня говорит, у нас Украина станет 33-м или 34-м, говорит он. Может быть, вдруг кто-то влезет в связи с очереди, но обязательно станет 33-м или 34-м. Но в будущем, но когда-нибудь. Социальный инженеринг и вообще работа с медиа, она работает же по-другому. Вот когда диджей постоянно повышает темп звучания, он не может потом слишком громко и быстро делать, резко опуская до какой-то медленной музыки, все расслабляются, и потом снова пошел на борт. Я напомню, перед Курском нам всем рассказывали, посадили в теплую ванну, чтобы все, все проиграли, сил ни на что нет, бах, резкий подъем информационный. А у нас такой эмоциональный спад очень сильный. Сейчас нас все убеждали о том, что у Украины нет сил, и они уже рассматривают варианты НАТО в обмен на территорию. А сейчас, оказывается, никаких переговоров речи не идет. И Зеленский говорит о том, что войну нужно перенести на территорию России. Оказывается, вот так надо сделать. Мы не собирались такие переговоры вести. В какой-то части сейчас, конечно, в секретном плане находится много того, что дорабатывалось до настоящего времени начальником генерального штаба Баргилевичем в США. Он там дорабатывал с ними. Поэтому европейцы здесь жертвами сказали, ребят, с вас это, это и это. Поэтому европейцам дали три месяца фактически на выполнение плана, который согласован американцам. Никакой связи с некоторыми действиями нашей стороны, ну, в частности, изменениями небольшими в ядерной доктрине. Вижу. И именно это сейчас обсуждается без Зеленского, Байденом и представителей. Так это ж нельзя. Как это? Про Украину, без Украины, как-то там. Уже такие... А тут, знаете, и встречи все отменяются. Наши войска охватывают с севера и с юга. На данный момент южный выступ, да, который охватывает с юга Селидова вдоль железной дороги в направлении населенного пункта Вишневая. Там, по некоторым данным, наши позиции находятся буквально в километре от этого населенного пункта. То есть, если посмотрим на карту, то одна из дорог, ведущая из Селидова, она как раз проходит через Вишневая. Как только мы перехватим у Вишневой, мы перехватим у дорогу, у противника останется одна единственная дорога, которая позволит ему подводить пейприпасы или подкрепление. Это дорога, которая идет на Покровск. Это трасса М-30. Вот. Но наше командование, оно, конечно, не дремлет, и эту трассу мы пытаемся перерезать, двигаясь от Новогродовки, направлении Лусовки и чуть южнее. Противник рассчитывает на то, что осенняя распутница, поможет им удержать эти позиции, но сейчас прошедшие дожди не так сильно в землю расквасит. То есть наша техника вполне себе проходит. А вот украинские военные там в своих пабликах, и пленные показывают, жалуются на западную технику. Они говорят, что русские-то на гуслях, а мы-то вот на колесной технике. Если мы обратим внимание, основная бронированная техника, которая поставлялась в Украине, это в основном колесные бронемашины. А те танки, которые им поставляли, их гусеницы не приспособлены для нашего грунта. Поэтому с техникой у противника как раз хуже, чем у нас. Что касаемо гарнизонов Селидова, там находится сейчас 15-я бригада национальной гвардии. Они все хорохорятся и рассказывают, как они героически удерживают этот город, а вот подводят их коллеги на флангах. Ну, легко говорить, что ты героически удерживаешь позиции, если твои позиции никто не штурмует. Еще раз подчеркну, российская армия не штурмует Селидова. Мы его обходим в флангов и вынуждаем противника к отступлению. То есть создаем котел. Если они не хотят повторить судьбу пресловутых азовцев с Азова, или частей, которые обороняли угледар, то они должны выходить. Но некоторые украинские телеграм-каналы уже сообщают, что командование запросило выход войск из Селидова. Пока этого разрешения нет, но посмотрим, как будут развиваться события. Мы исходим еще из того, что Россия не только должна быть сильной, в ней уже сейчас есть технологии, которые Россия может предлагать странам БРИКС+, которые ранее были зависимы от западных технологий. И мы знаем, что для этого делать. Мы это делаем каждый день. Мы строим компанию, крупную компанию, которая будет одним из лидеров мирового рынка. И вот сегодня с нами мой коллега Максим, он как раз один из пользователей нашей компании. Он входит в группу тестировщиков, которые на каждой дневной основе испытывают, как работает протез с искусственным интеллектом, в чем его отличие, в чем его польза для людей с инвалидностью. И планируем, что в 2025 году мы на рынок выведем. Максим, тебе слово. Да, меня зовут Максим Гемец. Я уже два года почти пользуюсь протезом нашим. Пальц обрели 20 лет назад, но сейчас уже с помощью протеза я хорошо его освоил, могу играть на гитаре. Картенечку продемонстрирую, чему я научился. Ну что, пока в Росії не закрило останні вікна та двері, через які можна ще користуватися соціальними мережами, бо скоро все буде просто білий шум. Ані тобі, Ютубу, ані соціальних мереж, і ніякого гугла. Але до цього треба дожити. А допоки ми із великим задоволенням збираємо у соціальних мережах справжнє життя недорогих росіян. Не те гламурне, яке вони показують по центральним пропагандистським телеканалам, а справжнє, хардкорівське, яке підкреслює, в якому глибокому лайні живуть недорогі росіяни. У нас, що взагалі в цьому мірі відповідь неизвісно. То у нас квадробіри якісь. Чувають себе кошечками, собачечками. Як отучити, легко отучити. Кошечка-собачечка на мордник, спати в калидорі на этом, стелити на коврике, жирати з собакою миску. Кака школа? Нікаку школу, ніяких садників там. Вот, спять, жрут, срати на улиці ходити, ніяких унитаза, газа там, ніяких, ніяких кроватей. Пожалуйста. В Казахстане за банку пива убили парня. Зожгли дом. Ви там охреніли? Казахи? Я жила в Казахстане 10 років. І у нас була кровна месть. Поэтому у нас на свадьбах не убийств. Драки були, убийств не було. Девчонку, не дай боже, жінчину оскорбити, і дівочку тронути за изнасиловання. Вся семья. То бишь, у нас же встокі були законы. Я і до сих пор живу по цим законам. Вот. Що происходит? Вот дайся дівчонку, которую... ... ... ... ... ... Украинский, так же мы танцуем. Я когда застолье включаю, дай похмалываться, дай. То есть у нас как бы, что с этим миром происходит? Что с зверей добрее к другим зверям, чем люди, к людям, что происходит? Вы забыли законы. Мы у Бога все на одной ладони. Все на одной ладони у Бога. И поверьте, с этого мира никто, никто с деньгами не уйдет. Никто. Мы пришли голые, мы уйдем голые. А людям, я вам скажу, чтобы вы такие мрази не могли. Когда вы выйдете готовы за свою семью, вот тогда они будут бояться. А пока вы ищете справедливости, я вам скажу больше. У наших ребят и так много работают, очень много. У ФСБ очень много работы, потому что много предателей в стране. Очень много. Вот, поэтому мы должны вспомнить старые заветы. Вот. Как аукнется, так и откликнется. Вот тогда вот эти вот все шакалы, трусы, они будут бояться. Они очень будут бояться. Вот. А квадроберов на коврик, вот тогда сразу пройдет мода. И потом бабушке, дедушке рассказывайте детям, как мы-то отдыхали. Почему не рассказывать? Мы в ночке играли, карабиты он делали. По стройкам он ползал, ну да, были иронии. Все было, но мы как-то, у нас было. У нас воззлобленности не было. А вы, вы знаете, почему вы учите, почему дети вот у вас вот такие вот растут? Я вам скажу, потому что вы сидите за столом, скорее всего, и обсуждаете, что у Маруськи вот яблони наросла, она яблоки не дала, хотя она не обязана вам их давать. Вот. Что вот у этих бизнес открыли, ааа, вот они бога, ммм. Вот. И вот дети, вот поэтому у вас тупые становятся. Потому что вы придите, обсуждаете вашу зависть, злость, ненависть. Вот оттуда все вот это порождение. Вот. Так что задумайтесь над своим поведением. И потом ведь сказано, пустыня зацветет, я приду, а пустыня уже начинает цвести. Так что Господь-то Спаситель, он рядом, рядом Спаситель. Только я-то и не надеюсь, конечно, я и на нее ни в ступень не попаду. А вот вы-то, вы-то, вот вы-то задумайтесь. Вот. Сейчас про Спасителя я сказала, у меня он в ванной полетел. Вот. Значит, все есть. Вот так вот. Так что задумайтесь и молитесь. Каким одним словом или, возможно, фразой вы бы охарактеризовали эпоху правления Владимира Путина? Отлично. А почему, вот что именно из достижений Владимира Путина вы могли бы озвучить? Ну, потому что он мой ровесник по пепах. И дни рождения даже рядом. И поэтому я понимаю с первых поступков. А каких поступков? Ну, когда начинались там какие-то преобразования, какие-то действия, я была всегда согласна. Какие именно? Можете их перечислить? Ну, я сейчас не могу, потому что мне... Просто мы с колен поднялись и все. Что подняли еще раз? Колен поднялись. Просто мы аргументы собираем. Как бы не общая фраза, а вот именно аргументы. Там подъем экономики. Про экономику. Как я могу говорить, если я не экономист? А благосостояние лично ваше и вашего окружения выросло при Путине? Я вам сказала, я совсем согласна, потому что это совпадает с моей жизнью. Вооруженными силами Российской Федерации был расстрелян расчет или расчеты ФИПИ противника, взятые в плен на Курском направлении. Значит, после этого было очень много рассказов про то, что правда это или неправда, было или не было. Мне признаться, было это или не было. Ну, честно говоря, мне вообще... Потому что я полностью отдавая отчет тем словам, которые я сейчас говорю, я могу понять, это не оправдание действия, но понять действия наших военнослужащих применительно к этому факту я могу. Но понять и принять настроение аудитории и более того, части телеграм-каналов, которые на миллионную аудиторию транслируют поспосолы, хорошо, но мало, я отказываюсь. И прямо вам говорю в лицо. Вы все конченые, уютные, тупые. Если мы ведем речь о расстреле пленных, мы говорим о военном преступлении. Если вы для своих читателей или слушателей оправдываете факт военного преступления, вы... То есть мы начали СВО с определенными идеями. Сегодня вы транслируете идеи хуже, блядь, хуже, чем противник, против которого мы начали СВО. Вас... Тупых. Пора запретить... Вот эту риторику. Просто запретить. Потому что вы искажаете, искажаете образ солдата-освободителя. А я на всякий случай вам напомню, что мы не штурмуем населенные пункты, но не захватываем их, а освобождаем их. Обратитесь, пожалуйста, к опыту Второй мировой войны и к тому, какие действия следственные, в том числе, компетентные органы Союза Советских и Социалистических Республик предпринимали на освобожденных территориях по отношению солдат-освободителей к мирному населению и сдавшимся в плен военнослужащим противника. И вы-то себе откроете много нового, блядь. 18 октября 2024 года. Вновь начинаю видео о тех вещах, которые меня удивили за последнюю неделю. Значит, вот смотрю я на репортажи, где новобранцы уходят на войну и чествуют их, как там героев, что вот идут защищать родину. Вот я думаю, какие герои, какие там защитники родины, это идут наемные убийцы, убивать жен, детей, стариков, за деньги идут убивать. Другой причины нет, на родину никто не нападал, и в мыслях не было нападать. Это все придумал Путин. Вот и все. Для чего он это придумал? Ну, чтобы остаться в истории, что вот он, во-первых, у него денег немерено, так, а че еще душа хочет? Ну, как в сказке «Рыбаки и рыбки» Пушкина, ну, стать владыкой вот таким вот. Вот эти мечты его послали, заводить Киев за три дня. Вот и все. Ну, а как он эту войну начал? Напомню, может быть, кто-то забыл уже это. Послал диверсанта Гиркина с отрядом своим. Там он где-то перестрелял каких-то начальников, военачальников, вот, засаду устроил. И все, с этого все началось. И начали пулять туда и сюда, чтобы оно не утихло, не затихло, этот конфликт. Вот. Стреляют и направо, и налево, и тем, и тем. Вот. И конфликт пошел, начал разрастаться. Потом на земле Донбасса и Луганска, ну, начал процветать бандитизм. Значит, военачальники, вон, Захарченко, там, Гиви, Моторола, ну, тоже считают их героями, да, защитниками, там, Отечества. У меня другая информация, что они почувствовали себя, там, властью, перестали подчиняться Москве, и Москва их зачистила. Вот и все. Вот такие вот герои. Что, значит, приносит с собой вот этот Путин? Развал в экономике, в бандитизме приносит вот все на местах. Посмотрите на бывшие республики, которые сейчас под властью России. Ну, ладно, это одно. А, второе еще. Министерство обороны, там, хвастало такими протезами, что, знаете, мол, это протезы будут лучше, чем свои руки и ноги. Что на деле выходит? Ну, как всегда, как обычно, вот показывают инвалида на пластиковую бутылку, потому что нету протезов. Нету. Они, может, и есть, но только по телевизору. А фактически их... Что там об этом говорить? Я, допустим, знаю, что Путин врет все 25 лет, но в этом надо как-то убедить остальных. Еще я вот посмотрел на Илона Маска, его роботов, и на все вот то, что он там делает. Я, наверное, уверен, что через 10 лет в НАТО или там вот в Америке люди воевать не будут. Будут за них воевать роботы. Роботы. Их будет такое количество на все случаи, как бы, войны. Тысячи видов. Начиная там от дронов, там еще, кончая там, я не знаю, чем. Вот. А что может показать Россия? Россия может показать только мясо в виде Ваньки-дурака. Потому что... А ничего она не может. Может по телевизору показать где-то китайский какой-нибудь робот и одеть русский чехол. И с надписью, с логотипом шамана, я русский. На это вы теперь полюбуйтесь. Путриота. Помните этого крикливого бородача, который в Самаре орал на ямы? Которому в итоге штраф за это влепили. Он в автосалон пришел. А когда туда заходишь, челюсть отвисает так, что потом не каждый хирург вправит. Цены на автомобили, ладно. Сейчас я вам покажу, какие. Новая Гранта. Так. Нива. Бронта. Это новая Нива. Это, короче, новая Веста. Новая Гранта Седан. Так. Новая Веста. Это, короче, Ларбус. Ну че, купили бы саладу? Пишите в комментариях, что думаете. За такие сладкие цены парочку Нив я бы себе, конечно, прикупил. А на сдачу три Гранта и четыре Весты. Вы кушайте-кушайте, россияне. Не обляпайтесь. Мы поднимем пошлины для ввозимых автомобилей, чтобы наш отечественный автопром был конкурентоспособным. Потому что на ввозимые тачки цены станут выше. Нужно же помочь отечественному автопрому. А отечественный автопром, прям как отечественные чиновники. Обтирает людей. Долипки. Кстати, друзья мои, вот вам чудо отечественного автопрома. Он все-таки у нас не стоит на месте. Ладу Кабриолет вам уже недавно показывал. Выпустили новую Ладу. Лада Пикап называется. Это главный конкурент, американскому доджу и форду. Должны быть хорошие новости, а хорошие новости есть. Скрепные, уютные, как у бабушки на даче. СМИ пишут, что в России появится первый пивной курорт. Сообщается, что он должен открыться в Краснодарском крае уже в 25-м году. Там появится шатер с гаданием на пивной пене, лабиринт, бар, бассейн, зона отдыха. И одни сутки на таком курорте обойдутся всего лишь в 10 тысяч рублей. Чем дольше они находятся в местах лишения свободы, тем сложнее будет им вернуться к нормальной жизни с надеждой на куманность и веру в понимание. Вы получив дипломы в колледжи и институтах, они невостребуемы. Сюзу требуют стаж. Где они возьмут этот стаж? Когда стаж официантов даже не учитывается нормальным работодателям. При назначении на отказание необходимо учитывать все аспекты нашей жизни. Вы им не применяете статью 55 КРК. При этом вы понимаете, что неустановленные лица это те, кто должен нести наказание от 10 лет и выше. Силовые структуры, депутаты, мы просим вас. Обратите на эти факты. Без влияния действительных врагов нашей страны, верховщиков, мы потеряем нашу молодежь. Следующий возраст будет 2010 года рождения. Поэтому необходимо внести в уголовный кодекс понятия, такие как верховка, как есть уже в уголовном кодексе, статья 259. Расширьте ее применение к наркопреступлению. И тогда борьба с наркотиками будет более эффективной. И наказание будет ко всем звеньям справедливым. С учетом того, что терроризм у вербовщики наказания более мягкие, чем закладчиков по наркопреступлениям, журналисты канала ОРТ, не вводите общество в заблуждение, говорите правду, как есть. Страна столкнулась с внешним врагом наркокартеля, где закладчики наши молодые люди. Для них это пушечное мясо. Причем и для нас, и для них. Мы предаем нашим детям, извините, от того, что все не хотят говорить о вербовщиках, куда там смотреть на детских магазинов. Рост наркотиков в нашей стране не уменьшится, а только увеличится. Закладчики – это самая низшая цвета. Мы, родственники осужденных, надеемся на наше слышащее государство и справедливое решение на наше ограничение и гуманизацию по наркостатьям при внесении поправок в закон. Короче, только что мы скинули ролик, поняли, по поводу Зубарева. Стрим какой-то его, я так понимаю, старый еще. Ну, по факту, слова на были сказаны. Хорошо, слушайте. Александр, я твой пи***й. Пи***й, приедь сюда, в ДНР, в Донецке, где ты родился. Скажи это народу, я твой. Тебе нахуй с землей, я твой, 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 я твой. Вот так вот пи***й, ну на россиян. Б***й, так же я хочу, чтобы он в Российскую Федерацию приехал. А этот крыжок, тот, что я записал, я думаю, он дойдет, куда надо. И когда приедет Российскую Федерацию, самую могучую страну в мире, я думаю, он не пожалеет о том, что он это пожалеет. И перш, ниж в украинский грунт ляже останний москаль, друзья, нам еще с вами копать и копать, и працювать, и працювать. Тож не забывайте, допомагайте нам в нашей информационной войне. Потримуйте цей выпуск своим лайком, подписывайтесь на YouTube канал Крубановый лайк и найдите, не прокоментавши свои улюбленные фрагменты. Дякую за то, что вы были разом с нами. Бережите себя, бережите Украину. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok